Изолированы от внешнего мира 60 жителей деревни живут за счет охоты и земледелия, выращивая овощи на крутых склонах и охоте с тропическим дождевом лесу. Меки и хрятки живут в этих горах уже около 9 тысяч лет, и за это время мало что изменилось. Боже мой, не могу поверить, что все закончилось. Это вождь племени Мек, Маркус. А, Маркус. Да, Маркус. Маркус Само-Само, вождь Маркус. Мы шли очень долго, можно войти, снять свои сумки и сесть с вами, поговорить с вами. Вы знаете, определенно можно сказать, что это теплый прием, но... Теперь мы должны пойти за ними, сесть с ними вместе, объяснить, зачем мы здесь. Так что я пошел. Наверное, мы кажемся им пришельцами из совершенно другого мира. Теперь они должны будут решить, смогут ли они принять свое племя, хотят ли они, чтобы мы остались с ними. Что заставило вас прийти сюда? Мы искали племя Мек, деревню племени Мек, чтобы лучше узнать ваш образ жизни. Нам бы хотелось учиться у вас и других людей, племени Мек. Вы живете в потрясающем месте, и... Нам, Соли, кажется, что вы будете лучшими учителями, если, конечно, примите нас. Пожалуйста, подождите здесь. Мне нужно поговорить со своими людьми, пожалуйста, побудьте здесь. Давайте поговорим за женским домом. После месяцев планирования, судьба экспедиции теперь висит на волоске. Мы ждем, когда они вернутся с решением. Нам очень хочется, чтобы они приняли нас, но мы должны проявить уважение и дать им самим решить. Здесь, ФЛС, над жизнью и смертью находится в руках вождя Маркуса. Но прежде ничего подобного не происходило. Он хочет выслушать своих людей, прежде чем решить судьбу Марка и Олли. Они видели наши земли, теперь мы должны посмотреть их. Не говори так. Мы должны говорить медленно и осторожно. Не говори ерунды, скажи что-нибудь существенное. Мы должны работать вместе. Они должны слушать, что мы говорим. На эту землю еще никогда не приходили люди, похожие на них. Такого не было? Вчера я слышал, что приходили люди. Я думал, что у них такая же кожа, как и у меня. Две культуры. Одно большое решение. Пока происходили бурные дебаты, Марк и Олли оставили обливаться потом. Кажется, они знали, что мы придем. Наверное, у них есть какая-то система оповещения. Думаю, наше появление не стало ни для кого неожиданностью. Да. Они идут. Марк, Олли, вождь хочет поговорить с вами обоими. Интересно, что он скажет. Вы можете жить здесь с нами. Но если вам будет скучно, это ваша проблема. Как нам сказать спасибо на их языке? Олли. Олли. Вы должны есть ту же еду, что и мы. Жить так же, как живем мы. Мы самые трудолюбивые, самые трудолюбивые западные жители из всех. Вы должны слушать, что я говорю. Не слушайте других, которые говорят у меня за спиной. Если вы будете слушать других, это будет означать, что вы обманываете меня. Начиная с этого момента, Маркус – наш лошадь. И мы будем делать все, что он посчитает нужным, для того, чтобы узнать ваш образ жизни. Вот так. Олли. Олли, Маркус. Чтобы отметить это беспрецедентное событие, двух новых жителей деревни Меренгмен приветствует традиционным приветственным танцем меков. Деревня расположена в очень красивом месте. А сами жители, их сообщество, кажется, продолжает жить очень традиционным образом жизни. И они очень дружелюбные. Если, конечно, они обычно оказывают такой же прием тем, кто приходит сюда. Так что, мне кажется, мы выбрали идеальное место. Празднование окончено. И Маркус показывает им окрестности деревни. Вдоль хребта, на котором стоит деревня, расположено 22 хижины. Для Марка и Олли они все выглядят примерно одинаково. Но для меков они имеют очень большое различие. Женщины и дети спят в хижинах под названием Келабис. Мужчины спят вместе в хижинах под названием Яуи. Это моя Яуи. Яуи? Яуи. Идемте со мной. Яуи – священный для племени Мэг. И женщинам не разрешается туда входить. И, кажется, у мужчин Запада тоже могут возникнуть с этим проблемы. Ощущение такое, что здесь должны гореть свечи, как будто мы попали в гости к Бильбо Бэггинсу. К счастью, Марк находится на первом этаже, предназначенном для свиней. Но это единственный вход на этаж выше, где живут мужчины. В деревне есть два основных клана – Бизабалы и Фусоба. Визабал, 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 Визабал. Фусоб, Фусоба. Маркос – глава могущественного клана Визабал, и он решает взять к себе Марка. Теперь это мой дом, я буду жить в клане Визабал. Визабал. Он также решает, что Оля должен усыновить меньший и менее значимый клан Пусоб. Пусоб. Да, Пусоб. 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 Его нового отца зовут Муса. Сюда пришел Муса Пусоб. Выходит, что теперь я Пусоб. Так что теперь я должен посмотреть, как живут Пусоба. Кажется, люди, живущие здесь, немного меньше меня. И если хотя бы от счастья руководствоваться размером его новой семьи, то в Яуи Пусоба Фоли придется потесниться еще сильнее. Моя новая семья. И в этой семье много женщин, но не так уж много мужчин. Переживая дружище. Это маленький Пусоб. Пусоба и стремятся познакомиться с последним прибавлением в клане. И как только Оля селится в Яуи, вокруг него начинается движение. Мы прошли через А, чтобы добраться сюда. И вот, когда мы наконец пришли сюда, и мы пытаемся поговорить, но мы говорим на разных языках. Они очень старательно пытаются понять, что я говорю, но не знаю, как им помочь в этом. Нам предстоит проделать много работы, запастись терпением. Еще снова пошел дождь. Во что я дал себя втянуть? Когда наступают сумерки, Муса заканчивает день с помощью звуков своего воргана. Звуков, которые он издает на протяжении четырех часов. Когда Оля вежливо спросила, могут ли они сменить мелодию, все стало еще более странно. Ну же, парни, давайте песню Мэков. Когда музыка и танцы у Оля и клана Пусоп закончились, оказалось, что клан Визабл вовсе не такой любитель вечеринок. Они уже крепко спали. Но Марк не спал, он мучился от холода. Казалось, что спать здесь очень удобно, и представители моего клана спасаются от холода, прижимаясь друг к другу. Они все члены одной семьи привыкли к этому, но я действительно не чувствую себя готовым к тому, чтобы начать прижиматься к обнаженным незнакомцам. В крошечной Яве и Пусопов Оля тоже не мог заснуть. Первую же ночь он уже стал гораздо ближе к своей семье, чем только мог предположить. Это час примерно на четыре утра. И мне совсем не удалось поспать. Они все время вертятся, прижимаются. Ко мне. И в течение ночи ты просыпаешься и понимаешь, что прямо рядом с твоей головой находится чей-то пенис. Это заставляет тебя чувствовать себя частью семьи. Смотрите далее. В деревне начинается праздничное безумие. У Марка возникают проблемы с тем, чтобы поучаствовать в нем. У меня ужасное подозрение, что это для меня. КОНЕЦ КОНЕЦ